Сотрудник городской больницы оказался педофилом в его личной коллекции сотни порнографических фотографий с участием детей. Об этом расскажет Юлия Чернышева. Местная молодежь представила и обсудила свои инновационные проекты, о чем говорили на конференции в репортаже Ирины Чупиной. Стартуем вместе. В Армавире состоялись краевые спортивные игры. За семейными баталиями наблюдала Анна Мельченко. В Армавире прошло заседание света директоров крупных и средних предприятий города, в котором принял участие руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов и глава муниципалитета Андрей Харченко. Главная тема встречи – наращивание производственных мощностей и поддержка предприятий. В прошлом году в Армавире совместно с краевыми властями была разработана программа повышения промышленного потенциала. В ее рамках предприятия города активно принимали участие в краевых выставках, семинарах и других мероприятиях, способствующих расширению рынка сбыта. Этот проект был признан успешным и его реализацию продолжат и в последующие годы. Мы в прошлом году первая такая была пилотная у нас история, я вот честно скажу, по инициативе от Риговича, части подготовки дорожной карты по повышению промышленного потенциала в муниципальном зале города Армавир. Мы ее уже в одном объединении в муниципальном образовании реализовали, реализовали успешно, в этом году у нас порядка 20 дорожных муниципальных образований включены в эту работу, но при этом Армавир она не должна останавливаться. Также в ближайшем будущем на территории Армавира планируют создать индустриальный парк, специально отведенная территория, обеспеченная энергоносителями и развитой инфраструктурой, на которой будут появляться новые предприятия и расширяться уже существующие. Кроме того, на совещании говорили о финансовой поддержке производителей. Для этого в крае создан фонд развития промышленности, где предприятия могут получить льготное кредитование. Выделенные деньги при этом будут направлены на развитие производства. Иван Куликов отметил важность развития Армавира как промышленного центра Кубани и пообещал всестороннюю поддержку муниципалитету. Ирина Чупина, Александр Пензев, служба новостей Армавира. Единая Россия запустила региональные дискуссии, направленные на сбор предложений по реализации послания президента страны Владимира Путина Федеральному собранию, а также модернизацию партии. Отмечу, работа в данном направлении продлится до 30 апреля. В Армавире дискуссионная площадка «Единая Россия», направление 2026, прошла в здании «Скибит» в рамках межмуниципального форума. В нем приняли участие делегаты из соседних районов. Единороссы обсудили возможные пути реализации послания президента, а также модернизацию «Единой России». Так вот, я думаю, в данном послании президента смысл как раз в том, чтобы объединить добрых людей, объединить все патриотические силы, объединить нашу партию, чтобы мы не боялись говорить о хорошем, чтобы мы не просто говорили, а делали. Мы это и так уже делали. Среди обсуждаемых тем – развитие здравоохранения, образования, ЖКХ, экономики, социальной политики. В частности, в Армавире особое внимание уделяют профилактике заболеваний. «Те школы здоровья, которые работают у нас, они способствуют оздоровлению населения, привлечению населения, обратить внимание на свое здоровье, привлечению населения к проведению, прохождению диспансеризации и профилактических осмотров. Наиболее успешные у нас школы здоровья, их 9 сейчас в городской больнице, 4 в детской больнице. Наиболее успешная школа здоровья – это школа здоровья с охраной диабетом. В этом году она была признана лучшей в космонтарском крае». Результатом региональной работы станет свод предложений партийных дискуссионных площадок, которые планируется обсудить и представить на федеральной партийной конференции «Единая Россия-2026» в мае этого года. Регионы представят свои предложения и лучшие практики по реализации послания, а также проработают основные проблемы в данной части. Обсуждение о реализации послания будет проходить в том числе в привязке к партийным проектам и эффективности работы партии в решении проблем граждан, а также привлечению в «Единую Россию» молодых лидеров. Анна Амельченко, Александр Пензев, служба новостей Армавира. В Армавирской городской больнице несколько месяцев трудился педофил. 12 апреля. 53-летний электрик был задержан. По словам следователей, при обыске в квартире мужчины найдены сотни фотографий порнографического характера с изображением детей. Извращенец знакомился со школьниками в социальных сетях под видом их сверстника. Сначала завязывал дружескую беседу, а затем, как говорится, брал на слабо. Отправлял фото голого ребенка, якобы себя, и предлагал прислать аналогичное селфи взамен. Житель города Армавира на протяжении длительного времени, то есть более года, распространял материалы с порнографическими изображениями страшнолетних, то есть по всей территории Российской Федерации с использованием различных социальных сетей, сети интернет. Подозреваемый дал признательные показания, рассказал об обстоятельствах совершения преступления. В настоящее время по уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе сексологическая экспертиза и психиатрическая экспертиза с целью выяснения вменяемости данного гражданина, а также наличия у него признаков заболевания педофилией. Сейчас любитель запретного селфи задержан. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. К слову, только год назад мужчина освободился из мест не столь отдаленных, где 5 лет отбывал наказание за аналогичное преступление. За год на воле в его коллекции скопилось множество новых порнографических фото сотен детей со всей России. Юлия Чернышова, Александр Жирелеев, служба новостей Армавира. Молодежь Армавира представила на суд зрителей свои инновационные проекты. Учащиеся в высших и среднеспециальных учебных заведениях города собрались 13 апреля в актовом зале машиностроительного техникума, чтобы поделиться своими разработками в развитии общества. На конференции мы преследуем цель, чтобы молодежь привести к инновационной деятельности в итоге. То есть мы рассказываем о том, что есть инструменты для создания своих инновационных идей. Мы даем понять, в каком направлении работать участникам конференции. Инновационные проекты представили 14 участников. Каждый из них отражал ту область знаний, которая была ближе всего его авторам. Целью же мероприятия стал поиск продуктивной идеи, полезной для всего общества. На сегодняшний день 14 проектов, про которые я уже говорил, мы сегодня их отсматриваем, даем замечания, эксперты дают замечания, дают оценку в целом идеи. И самые актуальные и востребованные, на наш взгляд, проекты можно в дальнейшем применить в конкурсах, которые проводятся на территории Краснодарского края. Подготовленные ребятами проекты будут отредактированы экспертной коллегией. В дальнейшем кто-то из них сможет представить свою разработку на краевых конкурсах «Кубанская школа инноваторов» и премия IQ года. Ирина Чупина, Александр Пензев, служба новостей «Армавира». Как и полагается, соревнование началось с приветствия команд участников этого необычного турнира. В наших стенах проходят очень много различных мероприятий спортивных, и очень высокого уровня, и такого типа каких-то веселых стартов. Но я скажу, вот наше сегодняшнее мероприятие по накалу и по эмоциям, по поверки, будет никак не меньше какого-нибудь чемпионата ЮФО по борьбе и так далее. Ободрить участников прибыли не только спортивные деятели, но и творческие коллективы города. Стартуем вместе, а иначе и быть не может. Ведь эти состязания особенные. Спортивные соревнования под таким названием прошли в воздухоопорном комплексе «Школа лидер». И, как вы уже догадались, участие в них принимают не профессиональные спортсмены, а просто мальчишки и девчонки, а также их родители. Сегодня играют в семьи. Это мама, папа и ребенок, которому 10 или 11 лет. Они будут соревноваться по настольному теннису, будет у них эстафета, полоса препятствий, и легкая атлетика, бег. Это краевые семейные спортивные игры, а у нас проводится городской этап. В данных соревнованиях принимают участие ученики 11 школ города и их родители. И с каждым годом количество участников растет. Самое интересное, что участвуют спортивные семьи и не очень. И даже те, которые не очень спортивные, получают колоссальное удовольствие. Дети очень хотят победить, берегут свои медальки, дипломы, грамоты, которыми они награждаются. И родителям, конечно же, приятно провести время в такой непривычной обстановке со своими детьми. Такие семейные командные соревнования. И хотя это не профессионалы своего дела, однако все они невероятно энергичны, ловки и выносливы. Правда, все же есть среди них те, кто со спортом, как говорится, на «ты». Вообще, я очень рад, что я тут участвую. Я до этого занимаюсь вообще спортом. Занимаюсь очень хорошо. Занимаюсь я хоккеем. И думаю, что наша команда выиграет в этом состязании. Хотя бы в призовые места. И вот настал черед выступления Илюши и его родителей. И не беда, что не все кольца попали в цель, зато в других видах семья показала отличные результаты. У меня очень хорошо получается играть в теннис, кувыркаться, ну и бегать. А страха у меня тут нет. Просто нет. И все. Скажи, а вот когда ты в хоккей играешь, подступает вообще страх или нет? Или ты всегда такой бесстрашный? Знаете, когда играете сильные команды и знаете, что у вас состав неподходящий, то немного волнуетесь. Этому парню, по всей видимости, волнение совершенно чуждо. Ведь в хоккей играют настоящие мужчины. Трус, как известно, не играет в хоккей. С таким боевым настроем есть все шансы одержать победу. Кстати, победителей ожидает краевой этап состязаний, который состоится в Славянске-на-Кубани 20 апреля, где семья-призер будет защищать честь своего города. Анна Мельченко, Александр Жрилеев, служба новостей Армавира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова